Строительный бум наблюдается в Шимкенте последние два года. Облик города меняется на глазах. Частный сектор сокращается, а современные многоэтажки растут словно грибы после дождя. За ними поспевают и цены. К примеру, если один квадратный метр в Астане стоит больше 500 тысяч тенге, то в Шимкенте и Алматы цена составит больше 400 тысяч тенге. При этом желающих приобрести квартиру в Шимкенте меньше не становится. Новый микрорайон Шимсити еще несколько лет назад был окраиной мегаполиса. Сейчас это перспективный район с развитой инфраструктурой. Жилье реализуют как по госпрограммам, так и в частном порядке. В этом году больше 2037 квартир сдадим по программе «Кредитное жилье». 900 уже сдали. 325 квартир выдадим по программе «Арентное жилье», а 888 предназначены для молодежи. Остальные квартиры мы будем сдавать по разным госпрограммам в течение года. В этом году мы сдадим рекордное количество квадратных метров. Долгие годы Шакура Кабулхазы жила на съемных квартирах. Все изменилось в одной части. Женщина получила квартиру по госпрограмме. В новостройке, конечно, не все так глазко, как хотелось бы, но ошибки подрядчик обещает исправить. Тем более, что проблемы новых домов на личном контроле Акима Шимкента. Когда заехали в квартиру, не было газа. Пришлось пользоваться электрической плитой. Жильцы сразу обратились в Акимат. Нам пообещали до 15 мая все вопросы решить. Обещания сдержали. Действительно, все вопросы решили. Я очень рада и благодарна. Новые квартиры в первую очередь выдают очередниками социально уязвимых категорий. В этом году впервые жилье по льготной программе смогут получить и сотрудники СМИ. Дополнительно мы совместно с управлением строительства планируем закупить 505 квартир и выдать очередникам по госпрограммам до конца года. В итоге примерно больше 5000 квартир мы сдадим точно. Программа Комкор будет доступной для заселения за счет субсидирования государства. Власти из местного бюджета готовы перекрыть часть жилищного займа, выданного банком. На этот год выделили 3 миллиарда тенге.